19 часов и 3 минуты в российской столице. У микрофона Юрий Пранько. Добрый вечер, господа. Это Финам-ФМ. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У нас сегодня интересные гости, интересная тема. Напомню, средства коммуникации. Дозваниваться в нашу студию вы можете по многоканальному телефону. Его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. Писать свои вопросы, сообщения, комментарии можете на финам.фм, на наш интернет-портал. Там же идет уже и прямая веб-трансляция. Можете смотреть, слушать. Тема программы такая. «Постсоветское пространство. Почему демократия не прижилась за 20 лет?» Это очень символично совпало с тем, что сегодня завершила свою каденцию очередная Верховная Рада Украины. И вот Украине предстоит жить с новым парламентом, который не так давно был избран. Ну и приоткрою, на самом деле, может быть, в какой-то степени тайну. Мой сегодняшний гость, он знает многих руководителей нынешних постсоветских государств. Причем знает, в противоположность, нам не заочно, а очно. И сегодня у меня в гостях Виктор Иванович Мироненко. Виктор Иванович, вечер добрый. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер радиослушателям. Могу представить так. Главный редактор журнала «Современная Европа» могу и представить иначе. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы, Российской Академии Наук. Как кому удобно. На самом деле, я ведь неспроста, Виктор Иванович, вас позвал, да? Вы же на самом деле их знаете всех. Ну, так более кого-то, наверное, лучше. Нет, но... Да, многих, конечно, особенно долгожителей. Вот сейчас перед глазами стоит молодой Назарбаев, где-то в приемной Михаила Сергеевича Горбачева, сидящий вместе со своим предшественником. Да, тех, которые уже давно, в основном, в азиатской части бывшего Советского Союза, тех, конечно, знал. А вот уже наших, российских, белорусских, украинских, новых уже нет. Институт, знаете? Нет, лично я с ним не знаком. Ну, я занимаюсь Украиной, поэтому, как исследователь, конечно, его знаю, но не лично. А Леонид Данилович Кучев узнал очень хорошо, Виктора Ющенко тоже, ну, уже не говоря о Кравчуке Леонид Макарович. То есть вы контактировали с Днепропетровскими? Так я со всеми контактирую, у меня такой принцип. Но вот этот риторический вопрос, почему все-таки эти, в том числе люди, о которых вы выше сказали, они не избрали демократию как форму правления? Ведь того же Назарбаева очень сложно назвать приверженцем демократических принципов. Вы знаете, Юрий, мне сложно говорить на общей теоретическую тему, почему демократия не прижилась. И, кстати, это еще вопрос. Мы, может быть, к нему вернемся, применительно к Украине, прижилась или не прижилась. Кстати, в русском журнале, если кому-то это интересно, вот я только выходя сюда, почитал статью Капустина, чрезвычайно интересную, он сейчас преподает, по-моему, в Стэнфордском университете, вот по поводу того, а не являемся ли мы свидетелем кризиса демократии, да, и насколько связаны капитализм, например, и демократия. И так далее, да. Но вот в самом общем виде, не претендуя ни на что, потому что я не специалист в этой области, для меня лично я вижу две причины. Есть объективная, есть субъективная. Объективная, мои наблюдения за эти 20 лет говорят, что демократия это очень нежный цветок. Он расцветает на определенной базе развития экономики, социальной базе и так далее. И как только эта база почва начинает беднеть и истощаться, она начинает вырождаться во что-нибудь там, вот как. Какие-то очень неприятные вещи. Значит, поскольку у нас эту почву активно растащили за 20 лет по всему миру, так сказать, то есть кровопускание сделали экономическое, финансовое, социальное, практически во всех, без исключения, бывших республиках, то мне кажется, что почва тут не самая благоприятная для формирования, для того, чтобы вырос вот этот замечательный... Взрыхлили, а удобрить забыли. Взрыхлили, нет, и вывезли вообще, я думаю, в значительной мере, потому что, ну, мы знаем, отток был колоссальный. Да, он продолжается. Да, это как бы объективная причина, на мой взгляд. То есть для того, чтобы демократия прижилась, мы должны быть чуть-чуть побогаче. То есть количество тех, кто готов терпеть и доволен, должно быть больше, чем тех, кто терпеть не может и не доволен. А вторая субъективная причина, с которой вы начали, это качество новых элит. Она у нас, к сожалению, жуткая. Если предыдущая элита, на мой взгляд, к которой я входил, так сказать, имел отношение, она просто засохла под палящим солнцем идеологии, да, такой, моноидеологии, то это просто сгнила, по-моему, изначально. Потому что я не вижу... Это, ну, в истории, в исторической науке есть определение... А причины гниения этой элиты? Ну, они компрадоры по происхождению, по-своему, понимаете? Это люди, которые, как бы, я даже шучу, говорю, что вот был коммунизм, да, а до этого был там капитализм плохенький в России, а сейчас гедонизм, понимаете? То есть это люди, которые, ну, по-моему, как-то вот так сформировались. Во-первых, это случайные люди, потому что никто с сознательной подготовкой элиты формирования у нас не занимался. Да, честно говоря, и времени было мало, и условия не очень хороши, понимаете? Элита — это ведь такой продукт, который вот у британцев можно учиться, как они свою элиту формируют. Помните, когда-то в первые... Но для этого нужны столетия? Да, для этого нужно очень много, ну, по крайней мере, школы, преподаватели, традиции и так далее. Потому что когда наши олигархи начали отправлять своих детей там в престижные английские школы, элитарные вузы, а тут раздался вопль этих детей, вы куда нас послали, в учебную роту, там, дисциплина и так далее. То есть качество элиты — объективные условия. Ну, принципиальный момент, который вы сказали, что многие люди, которые сейчас находятся во власти, — это случайные люди, да? То есть это не исключение, это правило для постсоветского пространства. Ну, по крайней мере, я не вижу какой-то осознанной, осмысленной, да, системы воспроизводства элиты, тем более системы подготовки профессионалов, чиновников, то есть государственных кадров. А что есть профессионалы? То есть, ну, смотрите, у нас есть разные там Академии Госслужбы, да, здесь в Москве она объединена с Академией Народного Хозяйства. Мне вообще нравится вот это название — Академия Государственной Службы и Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации. По-моему, вот просто в точку это название бьет. Юрий, я на примере могу вам свое отношение к тому, что такое профессиональный управление, да, чиновник. Во-первых, это не политический класс, потому что при развитой демократии политики меняются, там, в зависимости от количества партий и так далее, а чиновники остаются и выполняют свою работу на определенных условиях. Вот как-то мне в журнал «Современная Европа» принесла аспирантка печатать статью по какому-то очень мелкому вопросу. Ну, условно говоря, там, особенности налогообложения в Германии семей, у которых есть дети-студенты. Я поначалу возмутился, говорю, ну что вы мне принесли вот такая мелочь? Она говорит, а вы почитайте. Вот я прочитал 15 страниц полномасштабной статьи. И поставили в номер сразу. И поставил в номер сразу, потому что вот такая вещь, как вот, казалось бы, микрочастичка всей системы налогообложения в Германии, да, она, она чрезвычайно сложна. Она меняется каждый день. Там колоссальное количество факторов, где работают, сколько работающих, какой доход, где учатся и так далее. И она меняется месяц от месяца, ее идет мониторинг, ее изменяют и так далее. И занимается этим профессионал, человек, который для того, чтобы хотя бы чуть-чуть разбираться даже в этом маленьком вопросе, он должен потратить половину жизни на это. И они там трудятся. У нас же, к сожалению, такой системы подготовки нет. Ну и плюс к тому пресловутый наш российский непотизм, теща, сват, брат, невестка, еще кто-нибудь. Но это же характеризует не только Россия, но и другие страны бывшего СССР. Ну, в разной степени, да. В разной степени, да. Думаю, что это присутствует везде. Ну, вот я обещал вам поговорить о демократии. Вот меня, например, очень порадовали последние выборы в Украине. Порадовали? Порадовали. Хотя... Парламентские. Парламентские выборы. Хотя вот многих испугало, были такие алармические высказывания. Там националисты пришли, тягнебог, свобода и так далее. Ну, это действительно неприятно, наверное, да. Но на самом деле я очень позитивно оцениваю эти выборы. По причине? По причине, потому что они подвели, во-первых, какую-то черту под длительным романтическим периодом развития Украины. Вот первые 10 лет верили в то, что независимость все решит за нас. Независимость все не решила. Значит, 10 лет верили в то, что вступление в Европейский Союз все решит за нас. Тоже не получилось. То есть происходит такое протрезвление и осознание того, что придется этим заниматься самим. Подниматься. А во-вторых, вы понимаете, как неудивительно вот при всех стараниях партии, которая сейчас у власти, партии регионов, использовать ресурсы административные. Ну, обычные вещи. Там где-то поднажать, где-то еще что-то. Все это использовалось. И тем не менее, выборы адекватно отразили состояние общества. Я по этому поводу пошутил. Украинская политическая машина сильно воняет и скрипит, но едет. А наша российская тоже воняет и скрипит, но не едет. Никуда стоит на месте. Поэтому вот там все-таки, понимаете, у меня такое ощущение, поскольку я имею отношение к началу реформ еще в Советском Союзе. У меня такая вот мечта была юношеская, демократию построить в нашей стране, полномасштабную, то есть свободу для людей. То есть я вижу о том, что вот на постсоветском пространстве, если исключить прибалтийские государства, ну, они на особом положении, они в Европейском Союзе, на выучке. Там дисциплина серьезная, поэтому о них говорить трудно. Хотя там тоже есть своя интересная такая особенность. Мои дети с супругой отдыхали в этом году в Литве. И, значит, Оксана спросила литовцев, как им сейчас живется-то в новом Союзе, в другом Союзе. Ответ знаете, Виктор Иванович, который какой был? Мы бьем белых, пока не покраснеют, бьем красных, пока не побелеют. Из одного Союза перешли в другой, а проблемы остались. Литовцы на последних выборах честь и михвала, они показали, что они люди, которые будут требовать нормального управления. Так вот, я закончу мысль, вот из всех оставшихся республик, по-моему, только в Украине процесс поиска решения, вот этот мучительный процесс поиска, как стать нормальной страной, он продолжает. А он основан на чем? То есть вот очень часто ведь в той же истории России можно подчеркнуть и подчеркнуть, что во многом связано с личностью, да, персонифицированное понятие целых периодов. А здесь? Ну, нет, личность играет свою роль. В свое время Леонид Данилович Кучма принял два каких-то феноменальных решения, то ли по наитию, то ли как-то ему... Ну, сложилось, да. Сложилось. Они дали максимум свободы в использовании земельных участков, в том числе и дачных, в том числе для производства, да, и запустили механизм мелкой товарности. А второе, вместе с покойным, трижды застрелившимся, по-моему, там, министром внутренних дел, они очистили дорогу от этого мелкого производителя до ближайшего рынка в районном центре. И заработал механизм мелкой товарности, понимаете, и 80% Украины живет на этой мелкой товарности. Объективные причины, значит, значительно больше. То есть, в Украине нет нефтяной трубы, нет газовой трубы. Выжить, ну, я не имею в виду элиту, там, 5-10%, основных, нормальных людей, 80-19%, они могут выжить, только, значит, опираясь на ресурс, который у Украины есть. А какой у Украины есть ресурс? Газа нет. Ну, есть, говорят. Люди? Абсолютно верно, люди. Но пафосно звучит. Это не пафосно, это абсолютная повседневная реальность. Продолжим после краткого выпуска новостей. Здесь Виктор Иванович Мироненко. Звоните, пишите, высказывайтесь. Постсоветское пространство сегодня в реальном времени. 19 часов 17 минут. Реальное время. Финам.ФМ. Постсоветское пространство. Почему демократия не прижилась за 20 лет? Здесь, напротив меня, в московской студии прямого эфира, Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы. Иран, главный редактор журнала «Современная Европа». Ваши письма на финам.ФМ. Там идет прямая веб-трансляция. Можете и звонить на 65 10 99 6, код Москвы 495, задавать свой вопрос, либо высказываться. Виктор Иванович, ну вот я хочу украинскую все-таки тематику продолжить, да, и коль скоро вы сказали «неплохо знаете Ющенко», я помню, как он пришел, да. Это же был реальный народный подъем. Но я видел эти лица людей. Это точно были не купленные и точно не заказные инсценировки на той же площади независимости. Но финал-то известен. Я хорошо... Он непонятно где, простите, да? Тимошенко сидит, а президентом Украины стал господин Янукович. Ну так, вы знаете, в определенном смысле, в определенном смысле это хорошо. Вообще Украина была первой на постсоветском пространстве, где президент сменился вполне цивилизованным методом в 94 году, выборами. Они пожали друг другу руки и начался новый этап. Чего, кстати, так и не произошло ни в одной. Ну, с заключением Грузии, да, и Прибалтии. И то там своя специфика. И то своя специфика. Во-вторых, ведь давайте мы разделим, что было в начале. Вот эта оранжевая революция или Виктор Ющенко. Все-таки в начале была революция. Вот этот вот средний класс, о котором мы говорили, то есть люди-производители, которые кормят, поят, одевать нет уже, потому что завозят из Китая, так сказать, Украину, да. Они, немножко окрепнув экономически, да, и почувствовав свою силу и самостоятельность, использовали раскол в элите украинской для того, чтобы войти в этот раскол и заявить о том, что, господа, тут еще есть мы. Средний класс, так называемый. И мы имеем право сказать что-то, да, и потребовать, и высказать свои интересы. То есть вот это была движущая сила, плюс, конечно, мощнейшая сила. Люди обрели собственное достоинство, ощутив немного свободы и окрепнув экономически. И когда им сказали, что вы выберете того, кого вам сказали, они очень сильно обиделись. А то, что там появился в этот момент именно Виктор Ющенко или Юлия Тимошенко, да, или еще там ряд лиц, ну, это тоже отчасти следствие предыдущих там событий политических, но, в общем-то, значительно более случайная вещь. И мне кажется, что Виктор Андреевич Ющенко, он оказался... Я еще помню пока, да. Он с искренними намерениями, да, и с искренней романтической верой, вот, в такую, в национальные цвета окрашенную украинскую демократию, но оказался не на высоте. А вы не считаете то, что он подставил, на самом деле, украинскую демократию в целом, вот, по итогам этих пяти лет? Все-таки он же политик, и не просто политик, он был главой украинской государства. Вы знаете, когда-то, когда-то вот мне Михаил Сергеевич Горбачев рассказывал, что он беседовал с Дэн Сяопином в Китае. И спросил у Дэн Сяопина, что Дэн Сяопин думает о великой французской буржуазной революции в конце 18 века. Дэн Сяопин сказал, что ему кажется, что подводить итоги революции еще рано. Я бы не стал сейчас давать оценки и подводить итоги тому, что произошло при Ющенко. Это очень сложная ситуация, но я думаю, что более-менее адекватно... Вы уходите от ответа, потому что вы его лично знаете? Да нет, нет, я ухожу от ответа не потому. Я действительно пока не очень хорошо представляю себе, какой будет объективно роль этого периода, вот, и оранжевой революции, и всего, что последовало за ней в истории Украины. Я надеюсь, что это будет один из элементов приобретенного ею действительно демократического опыта. Но эти люди, Виктор Иванович, я имею в виду Ющенко и Тимошенко, в общем-то подчеркивают, что они демократы, да, что для них вот демократия — это столб, на котором, в общем-то, основано их управление или правление страной. Мне кажется, Виктор Федорович не заморачивается на эту тему вообще нисколечко. А отмена той Конституции и возвращение Конституции начала нулевых, в общем-то, показало, что он ни с кем власть не собирается делить. И, тем не менее, вы довольны парламентскими выборами в Украине и говорите о том, что это успех. Вот именно поэтому я и доволен. Потому что, насколько я понимаю, планы партии регионов, ее лидеров и Виктора Федоровича Ющенко, Виктора Федоровича Януковича, заключались в том, чтобы получить гарантированное большинство в этом новом парламенте, и более того, получить возможность в любой момент обрести конституционное большинство, и изменить Конституцию так, как им это понравится. Сейчас вот это вот закон о референдуме, который принят, это как раз попытка исправить это. Но, имея всю полноту власти, фактически как бы захватив ключевые позиции во всех регионах Украины, ну, может быть, за исключением западных, ему так и не удалось выполнить эту задачу. То есть вот убедительнейшее свидетельство того, что при всех уродствах там, при всех сложностях и так далее, в Украине все-таки процесс реформирования идет. В чем, на ваш взгляд, принципиально отличается президентство Януковича от президентства Путина? Да, это тяжелый вопрос. Я думаю, оно отличается тем, что, по крайней мере, предыдущие два срока и начало этого срока, вот в последнее время я уже в этом не уверен, Владимир Владимирович не испытывал практически никакого сопротивления, может быть, в начале срока, так сказать. То есть безусловный лидер, признанный авторитет, судья верховный, вершитель судеб. Виктор Федорович Янукович, к сожалению или к счастью, такую роль не играет, не обладает такими возможностями. Он вынужден считаться с реальным раскладом сил и в бизнесе, и в политике, и в обществе, и вынужден лавировать даже. Ему это, конечно, очень неприятно. То есть он политический менеджер, фактически. Он не политический менеджер. Будь бы его воля, и не сопротивляйся бы обществу, не сопротивляйся бы элит. Это не то, что удавил бы, а, понимаете, просто я очень глубоко уважаю Донецк. Я вообще уважаю индустриальные регионы. А Днепропетровск? А Днепропетровск. Потому что это мощь экономическая и Советского Союза, и Украины. Это масса прекрасных людей, которые трудятся, умеют трудиться и так далее. Но вот что номенклатура своего времени, Днепропетровская и Донецкая, я думаю, что и элита сегодня. Вот Донецким, например, руководителям объяснить, что власть можно делить, это дело совершенно безнадежное. Понимаете? Они с вами согласятся на словах, но никогда в это не поверят. Расклад простой. Либо я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. То есть, будь бы свободные руки, абсолютно у Виктора Федоровича и у его партнеров, они бы давно там все расставили примерно так, как это обстояло вот еще до недавнего времени у нас в России. Но у них это не получается и не получится. Всего объективных условий. Другая страна, другие условия. Не было счастья, так несчастье помогло. Доходов от газа нет, доходов от нефти нет, сверхдоходов нет, покупать нечем, приходится лавировать, крутиться. Чем-то мне напомнили, вот исходя из ваших слов, Донецкий и Питерский тождественны между собой? Ой, да нет, ну что вы. Хотя, наверное, что-то общее немножко есть. Я люблю Питерских, у меня масса друзей там, родных и так далее, но я никогда не забуду... И город замечательный. И город прекрасный, и культура наша русская, и музей, и Пушкинский дом, в котором я провел много месяцев. Но дело не в этом. Я никогда не забуду свое первое юношеское впечатление. Был какой-то, значит, там глухой 60-й год, по-моему, или 70-й, праздновался очередной День Победы. И по маленькому телевизору, который у нас был, я наблюдал процедуру на Пискаревском кладбище. Когда впереди шел Романов, за ним в 10 метрах два офицера несли венок, потом за венком еще в 10 метрах шли члены бюро обкома партии, а еще в 15 метрах шли все остальные. Вот даже при том, что Украина... Александр, еще не изменилось. Вот вы знаете, вот не сговариваясь, а я помню, также траурное мероприятие, когда губернатором была госпожа Матвиенко, и вот примерно то, как вы сейчас описали, но только вместо бюро обкома надо, там, я не знаю, администрация, да, там, первого вице-губернатора, вице-губернатора и так далее, и еще за 15 метров шли блокадники. Так что 20 лет прошло, ничего не изменилось. Очень жаль. А на ваш взгляд, все-таки, почему в соседней стране, в Украине, сложилась система сдержек противовесов, а здесь нет? Ну, прежде всего, объективные причины. Объективные. Просто в силу того, что в Украине другого выхода не существует. А если еще принять во внимание наши цены на газ и прочие всякие меры по принуждению к любви, как я это называю, да, правда, в Уголовном кодексе это называется изнасилование, по-моему, принуждение к любви. Вот принуждение большой, огромной по существу европейской страны к следованию в фарватере некой политической линии, даже не соседней страны, а неких людей в этой соседней стране, вот, оно вызывает естественную реакцию, естественное сопротивление, понимаете? Вот, и оно глупо по определению. Но это отличительная черта украинца под русских или что? Нет, нет, это просто хочу понять. Это очень хорошо, что вы об этом вспомнили, Юра. Это не потому, что украинцы умнее русских или русские глупее украинцев, нет, не поэтому. Есть объективная причина. Пока нефть стоит 100 или там 98 или сколько сейчас за баррель долларов, да, и газ можно продавать за 430 или 450 долларов за тысячу кубических метров. А может быть значительно дешевле, если это твой какой-то гипотетический аллюзорный союзник? Да, понимаете, это вот создает те условия, в которых как бы удается каким-то образом сдерживать какие-то, да, вот сопротивление общественное, сдерживать то давление общественное, которое должно возникнуть просто у нормальных людей. В Украине этого фактора нет, им некуда деваться, понимаете. Они либо должны защитить свои права, свободно трудиться, свободно зарабатывать, вполне получать и не быть обираемыми, там, налоговой системой и так далее, либо просто не будет и их, и не будет никакой независимой Украины. Там нет выбора. Поэтому условия там таковы. А индивидуальное, личное качество, они, конечно, играют роль, но далеко не главное. Вы сказали, что до недавнего времени в части Путина как национального лидера или лидера большинства, то есть, на ваш взгляд, что-то сейчас стало меняться? Ну, много говорят об этом. Я не специалист, я не Путиновед, даже не занимаюсь элитой российской. Но ощущения личные какие? Ну, в основном, я так читаю, ощущения такие, что как бы некоторые процессы выходят из-под контроля президента. Вот последние эти громкие, скандальные разоблачения. Это хорошо. Все эти... Трудно ответить однозначно. Посмотрим по последствиям, как это будет. Если это опять выборочно, если это просто отражение некой борьбы внутри узкой группы людей, которые вот уже 10 лет как хотят, так и поворачивают, так сказать, российскую политику, то это, конечно, плохо. Если это все-таки начало... Начинает возникать сознание того, что с этим дальше никуда не двинуться, что либо на этом мы как бы остановимся и превратимся... Будем сброшены в маргинез вообще международный, к чему, собственно, к сожалению, мы сейчас и движемся по всем признакам. То если такое сознание приходит, то тогда хорошо. Мне трудно сейчас сказать об этом. Это опять-таки как в ситуации с Ющенко. Надо посмотреть и подождать. Но одно совершенно очевидно, что степень демократичности любого общества, степень уважения элиты к людям, к основной массе людей, она все-таки прежде всего определяется способностью этого общества настоять на своем и требовать уважения. Продолжим после новостей. 19 часов 31 минуты. Реальное время Финам ФМ. Здесь Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН. По советское пространство. Почему демократия не прижилась за 20 лет? Это тема нашего разговора. Вы можете звонить на 65 10 99 6, код Москвы 495. Можете писать, и вы пишете. Это вижу на наш интернет-портал finam.fm, где идет и прямая веб-трансляция. Виктор Иванович, мы сейчас начнем интерактивную часть, будем общаться со слушателями, но я хочу еще одну модель рассмотреть. Это соседняя Белоруссия. Это принципиально иной вариант, нежели в Украине и в России. Вот на ваш взгляд, феномен Лукашенко в чем заключается? В основе на тотальном подавлении всех и вся? Я Белоруссией специально не занимался, но я вырос рядом с этой прекрасной республикой, рядом с этими людьми. Я думаю, что огромную роль играет еще, вот в данном случае, играет характер народа. Все-таки белорусы, они, знаете, вот такие терпеливые, я бы сказал, и насколько вот мой опыт общения с ними говорил о том, что они настолько натерпелись, нация небольшая, количественно небольшая, зажатая между крупными соседями, украинцами, литовцами, поляками, поляками, русскими, да, поэтому они настолько натерпелись за свою историю, что они как бы всегда очень консервативны. Они старое зло предпочитают неизвестному злу, понимаете, поэтому и с другой стороны, конечно, я думаю, играют, и они разумные люди, они очень такие с сметкой, с такой, с крестьянской, знаете, с практической сметкой, они видят, что происходит в России. Размежевание имущественное, грабеж, так сказать, вот захват собственности, несправедливость торжествующая здесь, наглое поведение новых богатых, и на этом Лукашенко играет прекрасно. Он говорит, вы хотите этого? Они говорят, нет, мы этого не хотим. Я думаю, сочетание вот этих двух элементов, помимо прочего, наверное, очень многих обстоятельств, оно обеспечивает достаточную структуру. То, что называется модным словом, ментальность. Ментальность и наблюдение за печальным опытом соседей. Вот смотрите, тут Сергей написал, Юрий, зачем так обобщать, ну, по теме, да, программа, почему демократ не прижилась, при Балтке, все очень даже неплохо, с этой так называемой демократии, я вам цитирую письмо, как они приходят, крики о притеснениях русскоязычного населения, чаще всего метод решения своих же политических задач, современные образованные русские вполне интегрированы в социум. Вот здесь я с помощью нашего слушателя хочу эту тему, Виктор Иванович, продолжить. А вот на ваш взгляд, почему действительно в прибалтийских странах, или балтийских, как правильно сейчас говорить, да, в Польше, ведь наверняка вы Квасневского знаете. Александру знаю, достаточно близко. Процедура сменяемости, прихода к власти, проигрыш Леха Валенца к Восневскому, уход к Восневскому, приход новых людей, нормальная процедура сменяемости, выборности власти, в том числе, вот вы привели, я с вами согласен, последний выбор в литовский парламент, это ярко демонстрирует, в чем здесь-то вот причина? Ведь близкие соседи столетиями вместе жили, по-разному жили, но все-таки... Все-таки исторический опыт, и исторический система политическая, которая существовала, она очень разная. То есть Польша и Республики Прибалтики, они все-таки находились вот в реале этой европейской традиции, пусть даже ослабленной, да, несколько, так сказать, заметьте, что даже, кстати, включенность их в состав Российской империи все равно предполагала очень серьезную специфику их статуса, что в Польше, что в Прибалтике, и так далее. Вплоть до Конституции, которая соблюдалась в основном, так сказать, до определенного времени и так далее. То есть это, во-первых, исторически другие традиции, а во-вторых, вы же не забываете, что у них демократия отчасти как бы и насаживалась, да, то есть они сразу были, ну не сразу, но достаточно быстро включены в Европейский Союз, где требования достаточно жесткие, пусть и формальные к этому. Кстати, я вчера совершенно случайно обнаружил, опубликовали текст соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На английском языке, по-моему, Киев Викли сайт опубликовал, я прочел вот на английском, потрясающе интересный документ. Он огромный, большой, но там все вот эти требования, да, формальные, то есть выборы, строго оговоренные сроки, выборы, честные, допуск оппозиции, ненарушение права меньшинства и так далее. То есть там были не просто учителя, а строгие учителя, и даже... Которые назидательно. Назидательно. Как это было в Японии, вспомните, после мировой войны, как это было в Германии после нацизма, да, после всего этого. То есть вот эти разные опыты, разная ситуация, так сказать, видимо, разница все-таки в психологии, да, в привычках, в традициях. Мы только что говорили о белорусах, хотя они ближе к ним. И плюс то, что они все-таки сразу оказались включенными в некую структуру, в которой были очень жесткие требования. Получается, несмотря на те обвинения, которые я слышу в последнее время, в том числе со страниц украинской прессы, мне доставляют специальные газеты. Я люблю читать газеты в бумажном варианте, по-видимому, старею, как говорят. Краской пахнет. И вот те обвинения в адресе Януковича о неких методах авторитарного правления, рассадке и так далее, тем не менее, он идет в европейском фарватере. Получается так? Или имитирует этот... Я вот, понимаете, Виктор Иванович, я хочу с вашей помощью разобраться, да? Потому что у нас даже имитации в России... В этом очень трудно разобраться. У меня поначалу было ощущение того, что Виктор Федорович играет в игру. Что он хочет получить от луп, отказ от Европейского Союза, которым он мог мотивировать для того, чтобы резко развернуться в сторону Таможенного Союза, Евразийского Союза и России, что ему, безусловно, ближе. И по характеру, и по металлиности. Конечно, ближе. Ему комфортнее. Не надо изучать иностранные языки и так далее, и так далее. Понимаете? И по ментальности люди ближе. Но проблема-то заключается в том, что мы не даем ему такой возможности. Я вот недавно в Государственной Думе, обращаясь с депутатом, говорил, ну, это, знаете, шутка. Говорят, что если женщину избивает шестой муж, так может быть проблема не в муже, а в женщине. Понимаете? Если к нами 20 лет мы не можем добиться того, чтобы совершенно объективно выгодная для Украины интеграция с Россией экономическая, которая и превращает по существу Россию и Украину вместе с ней геополитического игрока не принимается украинцами. Не принимается даже таким пророссийским президентом, как Виктор Федорович Янукович. Так может быть, это мы что-то неправильно делаем? Может быть, мы неправильно понимаем ситуацию, в которой оказалась и Украина, и ее население, и ее руководители, какими бы они ни были. Понимаете? Поэтому вот это вот сейчас действительно очень сложно сказать, как все это повернется, тем более, что начались очень сложные процессы в самом Европейском Союзе. Уже два варианта. Или федерализация, или наоборот, так сказать, ужесточение централизма или что-то еще, и меняется ситуация с Украиной. Но вот тот документ, который я вчера прочел, проект соглашения, он на меня произвел очень сильное впечатление. С другой стороны, я смотрю российскую пропаганду. Ничего подобного в документах российско-украинских я не встречал. То есть, если положить на одну сторону капитальный наш документ, договор 1997 года российско-украинский, положить этот документ, ну, я прошу прощения, это как алгебра с счетами. И тем не менее, я вчера смотрю российскую пропаганду, потому что назвать эти каналы информационными у меня язык не повернется. И там идет такой, значит, тезис Виктора Януковича почти уговорили о вступлении Украины в таможенный союз. И вот я понимаю, что принципиальное слово почти. Вот это почти длится уже много лет при разных президентах и разной степени Ну да, раньше можно было Янукович, был не такой там весь отмороженный. Вы знаете, Юрий, я думаю, что может быть это и хорошо и для нас, для граждан России. Для России хорошо. Почему? Да потому что Украина топчет нам дорожку, по которой нам придется пройти. Вот они сейчас мучительно по ней бредут, падают, спотыкаются, делают глупости и так далее, но они ищут путь. Вот если украинцы найдут, то в силу близости нашей и психологической, и ментальной, и этнической, и культурной, и какой угодно, какому-то следующему правительству Российской Федерации, которое всерьез поставит вопрос о демократизации России, будет уже легче идти с учетом украинского опыта. Поэтому я бы на месте россиян бы приветствовал эти мучения украинцев, потому что они мучаются и за нас, я думаю. Не в том смысле, что придется учиться чему-то, а просто Россия слишком велика и слишком значима в мире для того, чтобы позволять себе какие-то эксперименты. Украина может себе это позволить. Давайте общаться и со слушателями. 65 10 99 и 6 код Москвы 495 финам.фм Это наши средства коммуникации. Тут вот и был хорошая такая реплика, я бы даже сказал, да? Сейчас я ее найду. Значит, смысл ее такой, что... А, вот, в Украине реформы пройдут быстрее, там не бьют народ, участвующий в акциях протеста. Вот, знаете, убеждены люди, что не бьют. Бьют всех, кто разрешает это делать. То есть, на самом деле, любая власть, она воспользуется. Если вы позволяете себя бить, вас будут бить. Если вы дадите какой-то повод... Вот, украинцы, они плохо это или хорошо, но в 200, в 2004 году осенью, если помните, да, показали, что они могут и в ответ ударить. Но у нас в России тоже вроде как могут в ответ ударить, но тогда получается процесс делоболотный. Да. Вот это тоже принципиально, как мне кажется, отличие. Вы в эфире, как вас зовут? Вечер добрый. Алло, добрый вечер, Алексей. Да, Алексей. Вот, я бы хотел пройтись немножко все-таки по Белоруссии, поскольку у меня там родственники живут. Вот, тема интересная. Вот, вы знаете, вот по поводу феномена, за что я зацепился, за выражение Лукашенко, на мой взгляд, этого феномена вообще не существует, в принципе. Тут сложное надо искать, наверное, в простом. Его тупо кормят, вот, и получается так вот, я отслеживаю все. Честно говоря, не понимаю. На мой взгляд, это три варианта. Раньше, когда-то, надеялись все-таки этот кусочек вернуть себе. После вот этих вот любезностей и обмена ими в СМИ, мне кажется, наша власть стала действовать так вот, методом паука, очень медленно затягивая, как бы, удавку, окутывая паутиной, условиями и прочим. Мне кажется, даже на уровне личных взаимоотношений это два антипода. Владимир Путин и Александр Лукашенко, я не думаю, что нашему президенту, какой он бы ни был, я сейчас не говорю, хороший он или плохой. Ему просто неприятно с ним общаться. Уровень не тот. И мне кажется, тут интересы только сугубо прагматичные, длинные интересы, на долгую перспективу. Потому что рано или поздно уходят все правители такого типа, да, и я думаю, после его ухода сила вот этой вот власти, она значительно ослаблена. Да, спасибо. Как прокомментируете, Игорь Ильич? Так я думаю, что прав, Алексей. Прав во многом, да. Просто есть объективная, объективная тенденция, да, есть объективные условия. Вот если все будет оставаться так, как сейчас, то есть мы имеем некий сложный, но все-таки интеграционный процесс в Западной Европе плюс Центральная Европа и имеем дезинтеграционный процесс в Восточной Европе. По крайней мере, последние 20 лет. Сегодня уже почти совершенно очевидно, что большего расширения западный интеграционный процесс ЕС уже не выдержит. Значит, должно идти два процесса одновременно интеграционных. Белоруссия очень симпатичная страна в этом отношении, очень удивительно интересный народ, но она очень невелика по количеству. Я не помню, сколько там населения, миллионов, семь, восемь, наверное. Ну, максимум, до десяти миллионов. А сейчас с учетом миграции, да, скорее всего, меньше. Поэтому, да, Алексей прав. То есть, в принципе, и демонстрируя, как бы, свое намерение интегрироваться, демонстрировать свои амбиции на роль геополитического игрока, а для этого нужно интегрировать и Белоруссию, и Украину, и другое постсоветское пространство, легче всего. Это демонстрировать на примере Белоруссии, потому что восемь миллионов человек легче поддержать. А вот взять себе на себя ответственность за 45 с половиной миллионов украинцев, которым надо помогать выжить, вот это уже намного сложнее. Поэтому здесь есть элемент политической игры. А что касается личных отношений, ну, мне трудно судить об этом. Я думаю, примерно, как Алексей. Вот одна из главных проблем нашей здесь в Москве заключается в том, что мы никак не можем перебороть, знаете, постимперский комплекс. Кто мы? Наша власть. Вот это друг. Во взаимоотношениях Москвы и Киева особенно, периодически проявляется вот то, о чем вы говорили по принципу начальника подчиненных. Вот извините, Юрий, я перезвью вас. У меня глубокое убеждение, что вот начало демократии, серьезного движения к демократии в России начнется тогда, когда мы научимся отличать. Не враждовать, не ненавидеть, а просто различать, что есть Россия, есть граждане России, есть бездельники в России, есть те, кто кормит и тянет Россию на своем горбе, и есть власть России. Это все, конечно, все вместе Россия, но это все-таки несколько разные вещи. Продолжим наше общение в реальном времени сразу после краткого выпуска новостей. Пишите на финам.фм, звоните на 65 10 99 6 код Москвы 495. 19 47 это реальное время финам.фм, Виктор Иванович Мироненко здесь у нас в студии на 65 10 99 6 код Москвы 495. Звоните на финам.фм, направляйте свои письма. Виталий пишет, наши бизнесмены, предприниматели едут на Украину, на Украину все-таки, да, и в Польшу, на Украину и в Польшу. Ну, не будем тут разбирать филологический аспект, еще правда. Кто же со слабым интегрируется? Когда будет экономика, все сами к нам желать будут, как все сейчас в Европу, равно Германию по факту пытаются интегрироваться. Ну, аксиоматично что-то комментировать. Абсолютно. Ладно, про это главное условие, недостаточное, но обязательно. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Ну, я вот по помощи на Монголе на деле. Да, и больше вам скажу, что вы уже в прямом эфире. Это радует. Большое спасибо. Здравствуйте, я часто слушаю вашу передачу, это очень интересно. Но вот одно можно заметить, что истории вообще-то Украина не имела никогда государственности. Если сказать, что вы сказали белорусов, то ли, как говорится, на самом деле, на Украине шляхтищи, так называемые, Желковские и прочие, они настолько издевались как с народом Украины, так и с православной церквью, чему принадлежала, так сказать, сама Украина. И, мало того, они ножом и мечом врубали православие в Украине или на Украине, не важно, как это говорить. Это рад. И последнее, могу сказать, про Лукашенко, вот единственный человек, который, пожалуй, не пройдет, никому. Он просто беспокоится и заботится о своих людях. Вот у меня там живет выродный брат, он в Беларуси не рожден. Ну, женился и в более позднем возрасте туда уехал. И вот он очень доволен. И он, и его семья вполне хорошо живут. У него жена белорусская. Вот даже он президент, она у него врач. Он посылает ее, в частности, ну и других тоже, стажировку и в США, и в Германию. Это он заботится, в том числе, о своем народе. Так что не надо говорить, что белорусы забиты народ. Они прекрасно понимают, что это единственный человек, который не продался ни за какие копейки вот этим ребятам. Сергей, простите, нет, подождите, не отключайтесь. Вы же понимаете, что рано или поздно Лукашенко завершит свою политическую карьеру. Рано или поздно это произойдет, но даже в силу физиологии. И на ваш взгляд, развитие ситуации в Беларуси каким может быть в этой? Я вам отвечу одно. Развитие ситуации будет очень плохой, не только для Беларуси. но и для Украины. У меня корнется... Нет, подождите, я вам задал конкретный вопрос. Не надо переходить на Украину. Есть окей. Кончится плохо всем, в том числе и нам. Ну, то есть, ответа я не услышал. Вот понимаете, я не против того, чтобы рассуждение там он заботится и так далее. Там есть вещи, которые он держит более чем по бизнесу. Я с крупными российскими бизнесменами знаком. И они мне рассказывали, как ведется бизнес на Украине. в Беларуси. И как вносятся. Юрий. И так далее. Но, вот смотрите, обычные люди... Я бы обратил ваше внимание на то, что это очень трезвая и очень разумная постановка вопроса, как ни странно. Хотя, я с ней не согласен, но я понимаю ее причины. У нее есть очень серьезное основание. Наш радиослушатель абсолютно точно сказал, лучше один царь, чем тысяча воров. Вот смысл того, о чем говорит человек, заключается в том, что да, вот он один, но он держит. Он не дает... Как раз демократия позволяет не иметь ни царя, ни вот этих тысячи прихлебателей. Это как бы лучше синица в руках, чем журавль в небе. Понимаете? Поэтому говорить о Лукашенко нужно объективно. То есть, то, что он остановил процесс реформ, вот остановил их и задержал, по крайней мере, это многими в Беларуси и многими людьми не только в Беларуси воспринимается не только как отрицательно, а и положительно. Он не дал развиться тем отвратительным процессам, которые, увы, развились в наших недоразвитых демократиях и в российской, и в украинской. В чем я не согласен с радиослушателем, он прав в этом отношении, но так не будет всегда. Когда-то придется двигаться по этому пути, когда-то придется людям давать большей степени свободы. Как сделать так, чтобы люди, труженики, были свободнее, а воры были не свободнее, без диктатора, без Лукашенко. Вот это и есть главная проблема. Поэтому я и задал вопрос, что будет в пост о Лукашенковский период, уж простите за прямоту. Да, это очень ненадежно. Расчет на одного человека, даже самого любимого и самого совершенного и уважаемого, это очень ненадежная гарантия. Гарантия — это воля народа защищать свою свободу и свои права. Тем не менее, я благодарен Сергею. Это действительно важное мнение, которое разделяет. Вот нравится это нам или не нравится, демократия предполагает уважение всех точек зрения. Мне нравится, как диктаторы особенно приходят к власти, знаете, будущие диктаторы через процедуру демократических институтов. Да, но она длится уже долго, а диктаторы свергаются. Да, и это тоже правда. Вечер добрый, вы в эфире. Как вас зовут, Алина? Алина, добрый вечер. Меня Андрей зовут. Выключите, да, пожалуйста, приемник. Я хочу сказать, что для таких больших территорий земельных нужна жесткая централизованная власть, если мы хотим сохранить свою целостность, а не стать лоскутным одеялом. А для этого нужен, конечно, один какой-то царь демократический, но они... Каждый год будет приходить вор со своей командой, и Россия скоро совсем разворачивается. Подождите, я сейчас зацеплюсь за ваши слова, Андрей. Царь демократический, это как? Это очень просто. Это значит, чтобы он заботился о большинстве, при этом не страдал, а также и бизнес не страдал. То есть как в свое время, то есть и волки сыты, и овцы целы. Например, как в Югославии социалистической был частный сектор, 30% людей ездили на заработки в КАП страны, социалка была железная, и все было хорошо там, и здравоохранение бесплатно, ну все-все. Вот. Да. Ну, к сожалению, это не аргумент. Большая территория, Европейский Союз, территории поменьше, но населением побольше, 500 миллионов человек, и все-таки как-то управляются со своим народом. Я думаю, что вряд ли нам стоит настолько не уважать русский народ или все народы, которые живут на территории России, чтобы отказать им в праве разумного какого-то существования. Да. Другое дело, что переход к этому очень сложен, с этим я согласен. На время перехода иногда действительно какие-то ограничения необходимы. И, кстати, я всегда выступал против вот этой спекуляции иногда некоторых западных политиков, что давайте завтра, вот, кстати, как Горбачева-то гнали в свое время и меня вместе с ним. Немедленно, завтра, через месяц. Вы не даете, вы сдерживаете. Нет. Вот этот период перехода от многовековой традиции, когда действительно управление держалось только на том, что есть один хозяин всего, и он должен за всем следить. Переход к тому, когда люди являются хозяевами своей жизни, это очень сложный и очень опасный период. И слушатель абсолютно прав. Он прав в том, что говорит, что здесь все не так просто, как представлялось демократам первой волны, которых я хорошо помню в 89-90 году. Которые говорили, и когда Ельцин облетел два раза вокруг статуи свободы и сказал, я увидел, что демократия лучше, завтра мы ее введем. Это глупость, конечно. Но я не могу согласиться с тем, что русский народ обязан, должен иметь какого-то, значит, вот, абсолютного владыку для того, чтобы справляться со своими делами. Я считаю, вот этот посыл о том, что он должен заботиться и так далее, с одной стороны, да, это правда. А с другой стороны, это социальная демагогия. Вот процедура. Демократических выборов и позволяет вот этих вот товарищей, да, которые, слушайте, но это не мной сказано и не у нас испробовано, что называется. Единственный метод управления это сменяемость и подконтрольность власти. Раз в четыре года, раз в пять лет, раз в шесть лет в зависимости народ реально становится носителем власти. Юрий, мне очень нравится фраза, сказанная, по-моему, не помню кем, Черчиллем, скорее всего, что демократия это самая плохая форма государственного устройства, если не иметь в виду, чем ее можно заменить. Да, и у него есть тоже еще одно высказывание, если вы в молодости не были либералом, а в старшем возрасте не были консерватором, значит, вы глупый человек. Это тоже... Не, не так. Я не помню, кто это сказал, но я помню эту фразу в другой редакции, что если человек, который в 18 не был социалистом, у него нет сердца, а у того, кто остался им там после 45, у того нет ума. Я не согласен с этой фразой, но она примерно... Но это из одной области, да. Вечер добрый, в эфире. Как вас зовут, Алим? Алло, добрый вечер. Добрый. Да вот мне Александр. Да, Александр. У меня вопрос к ведущему. Вот вы сказали, демократия дает много и все прочее, да? А не подскажете, где кончается демократия и начинается анархия? Спасибо. Ну, это, понимаете, это... Я не буду уходить и сейчас исчерпывающе отвечать на этот вопрос по одной простой причине, что это тема отдельной программы, но меня пугает другое. В России, в том числе, через государственную Аликанду, навязывается мысль о том, что демократия это эфемеризм. Демократия это то, что призрачно. То, чего нет на самом деле. Вот я вам хочу сказать, при всем моем неоднозначном отношении к президенту Януковичу, я, кстати, дважды отказался брать у него интервью, о чем сейчас, безусловно, жалею, как профессиональный журналист, потому что это было непрофессионально. Но тогда я жил, жил вот этим подъемом, да, мне казалось, что многие те вещи, которые произошли в 2004 году, будут носить действительно далеко идущие последствия. Я здесь соглашусь, наверное, с Виктором Ивановичем, чтобы подождить, еще рано судить и расставлять акценты того, что произошло в соседней стране. Но пример Украины доказывает, демократия это не эфемеризм. Демократия это реальность со своими минусами, со своими плюсами. Но президенту Украины приходится учитывать разные факторы, разные интересы. Да, он посадил Тимошенко, посадил. Но это больше личностный фактор, нежели концептуальный. И когда я слышу о том, что демократия, ее нигде нет, что в Америке, во Франции, в Европе, все это там насаждаются элиты, правят и так далее. Вы кому хотите власть отдать? Бюрократии? Карл Маркс, 19-е столетие, формула, аксиома. Государство, частная собственность, бюрократия. Очень хочется. Раз в пять лет у нас есть возможность этому принципу не соответствовать. Почему все против? Я бы ответил на вопрос слушателя с моей точки зрения. Демократия превращается в анархию там, где перестает действовать закон. То есть, это, кстати, не только выборы в точно отведенные сроки, а вот как я ссылаюсь уже в который раз на документ, который я прочитал, проект соглашения об ассоциации Украины, там четко написано, это правовая система. Закон превыше всего. Вот тогда он не допускает анархии, если работает закон. Если закон не работает, анархия неизбежна. И, кстати, в этом смысле, я думаю, наш слушатель согласится с нами, если он подумает, что вот абсолютизм, диктатура, ее обратная сторона, это как раз анархия, потому что абсолютизм отключает закон. Один раз, два раза защитил одного своего близкого, другого товарища, есть такая возможность, не работает закон или работает выборочно, не для всех. И, глядишь, а закон, он ведь такой, три-четыре раза нарушил, и он уже не работает, как, к сожалению, не работает он у нас сейчас в большинстве, во многом, во многих случаях. А это к чему приводит? К анархии. То есть связь между диктатурой и анархией самая непосредственная. А вот демократия, это как раз, это работа закона, когда закон обязателен для всех и выполняется. Это единственная гарантия. Спасибо огромное, Виктор Мироненко, реальное время, Финамо ФМ.